Привет, друзья! Сегодня тема нелёгкая, немного грустная, но интересная тем, кто хочет и задумывается об эмиграции из Украины, России, Белоруссии в другую страну. Итак, тем, кому не хотелось бы менять ничего в своей жизни и не выходить из зоны комфорта, то этот ролик не будет интересен. А тем, кому интересна тема эмиграции, тогда оставайтесь с нами, этот ролик именно об этом. Итак, когда мы уезжали, знакомые говорили нам, вы зачем, у вас же всё есть, квартира, машина. Работа, вас там никто не ждёт, вы там будете чужаками. Ну, понимаете, об этом можно очень долго рассказывать, но главные такие причины это то, что нам не хватало самого главного. Нам не хватало спокойствия в своей жизни в связи с тем, что происходит у нас в стране. Это первое. Второе, это уверенности в завтрашнем дне и порядка работающих законов. Вы знаете, друзья, я догадывалась, что эмиграция это тяжело, но до такой степени я даже не представляла. Мы готовились примерно год, учили язык, собирали информацию, смотрели блогеров. Кстати, блогеров, когда мы уезжали, это примерно год назад, практически не было там буквально на пальцах пересчитать. Информации было мало. Вот, это сейчас очень много блогеров, рассказывающих и о Польше, и о как переехать, и как карты делать. Сейчас с этим попроще. Вы знаете, мы очень переживали, нервы были просто на пределе. Поэтому я прекрасно понимаю вас, вот даже подписчиков своих, которые мне пишут и говорят, что мы так переживаем, не знаем, что делать. В итоге у нас было то же самое, и от этого никак не избавиться, придется это пережить. Мы переезжали на своем автомобиле, и, кстати, наши вещи пришли сначала тщательно, тщательную сортировку. В общем, три раза, наверное. Сначала мы отдали часть друзьям, потом часть детям, потом нуждающим, потом в итоге перед отъездом еще раз отдали. В итоге все наше нажитое имущество вместилось в машину универсал и багажник. Вы знаете, человек обрастает за жизнь столькими ненужными вещами, мы доводили. Потому что мы просто сортировали их, сортировали, в итоге столько поотдавали. Но ехали мы на машине, еще раз повторюсь, и ехали мы два дня. Первую ночь мы остановились во Львовской области в отельчике, прямо возле границы Украины и Польши. И настолько я нервничала, настолько я переживала, я вообще не спала всю ночь. Мысли просто, как скакуны бегали, правильно ли мы делаем, а зачем это все надо, а может просто сесть в машину и поехать обратно домой. Причем у нашей кошки Китти тоже такие были нервы, что она просто ходила по потолку, глаза вот так вот, вообще не спала. Ну тоже очень сильно переживала. Но на следующий день, утром проснувшись, там буквально час я, наверное, поспала, приехав на границу, на границе страх и эти все жуткие мысли превратились в усталость. А как только мы прошли границу и въехали на автобан, сразу же страх и усталость превратились в восторг. Польша в итоге встретила нас очень вкусной едой, мы сразу же остановились перекусить и доброжелательно, все улыбались. В общем, как-то сразу стало легче и мы переночевали в еще одном отельчике перед нашим дальнейшим путешествием. И так началась наша адаптация к Польше. Приехав и сняв сначала первая наша квартира, она уступала по комфорту нашей квартире в Украине и нас буквально все раздражало. И сразу же начались опять сомнения, зачем это все надо, может просто собрать опять все вещи и уехать. В общем, нам не нравилась вода, причем интересно, что Китти тоже не нравилась. Она просто не пила воду и требовала, у нас еще остались украинские, украинская вода в машине. И она требовала, чтобы мы наливали только украинскую воду, потому что она вот никакую, причем мы покупали и из крана, и из бутылок, нет вот и все. И нам, а нам она казалась с какими-то вкусами всевозможными, то есть, ну не подходило и все. Сейчас этого нет, сейчас мы уже спокойно пьем воду, все великолепно, она уже нам кажется очень вкусной. Нам не хватало родителей, просто очень, так скучали, соседей, друзей. На улицу выходишь, вокруг куча незнакомых людей, которые говорят на непонятном языке. Не, ну я жучу, конечно, чтобы мы знали, что они говорят на польском. Вот, но все это, сначала это не передать словами, это невозможно, я даже не могу вот выразить. Вы знаете, друзья, хорошо, что есть интернет, хорошо, что есть вайбер искать. Мы просто постоянно перезванивались вот так вот, то по скайпу, то по вайберу. Я вообще не представляю, как раньше люди эмигрировали без интернета, без связи с Родиной, это очень тяжело. Мы сейчас постоянно в сети, как говорится. Это первая часть нашего рассказа о наших трудностях, нашей эмиграции. В дальнейших роликах мы расскажем о всех трудностях, с которыми мы столкнулись при эмиграции. Таких, как открытие счета в банке без Песеля, интернет, медицина, как мы пошли к врачу первый раз, как устраивались на работу и еще очень много всевозможных историй. Так что, до встречи, друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok